Такой же девок зал у нас. Ничего не потерял? А то мама пыталась меня попросить, чтобы я проверил сразу. Я в 40 лет начала заниматься самообразованием. Не, а сейчас я на этой теме. Да? А вдруг он классно спрыгнет? Они, марш! Мне кто-то написал в комментариях, Оксана, как же мне сказали, как ты собираешься аттестовывать свои знания? Мне так интересен этот вопрос стал, думаю, на меня как бы уже другие учебные заведения аттестовали, и у меня уже есть документы. Привет, привет, мои хорошие. Извините, что пропало. Мне многие писали, Оксана, куда ты пропала, куда ты пропала? Я заболела, девчонки. У меня вот эта вся ситуация, которая произошла с детьми, оно, то, что напряжение у тебя большое, и я просто слегла. У меня температура, и, пожалуйста, тут тебе и все сопутствующие, которые идут при А. Я не могу сказать, что у меня была ангина, нет, у меня ангина, у меня как бы горло начало болеть, но не сильно. Но температура держалась долго, то есть кашель и температура держалась. И оно такое состояние, блин, ты такой, так себя чувствуешь, ужасно выглядишь, просто как редкое чудовище. Поэтому я даже, даже ничего не хотела снимать. И оно, знаете, когда у тебя нет настроения, когда ты сам в таком состоянии... Ну, Катя, плохо, блин, сами знаете, вот эти текущие слезы, вот это непонятное, что на лице. Мне кажется, это никому было бы неприятно смотреть. Расскажу, что у нас произошло за это время. На самом деле, конечно, произошло очень много всего. Мы перевели Диану и Артема, да, перевели на домашнюю форму обучения. В том числе, я тогда снимала видео, говорила, что мы собирались, у нас был такой, знаете, семейный совет, на котором мы решали все-таки, приводили все за, все против. И пришли все-таки к такому мнению, что должно быть к ребенку индивидуальное отношение. И у каждого ребенка оно свое, да. В целях безопасности, в том числе. Почему в целях безопасности, говорю? Мы получили документы, получили ответы от прокуратуры, от полиции по тем ситуациям, которые у нас произошли после Нового года. И я обязательно, я думаю, что на днях я сниму видео. Наверное, даже будет лучше не видео, а снять прямой эфир и показать вам все эти документы, чтобы вы увидели реальность ситуации. То есть, когда твоего ребенка, простите, перелом, не важно чего, перелом, простите, пальчиком или чего-то больше, да. Но когда у тебя такое отношение, что тебя заставляют прыгать на этой одной ноге, да, и из-за этого происходит смещение, и ребенку не оказали первую помощь. Мне кажется, что еще в школе, наверное, на ОБЖ в пятом классе происходит, как оказать первую помощь при переломе. И самое первое, что надо сделать, это зафиксировать. То есть, надо взять, если ты в лесу, взять какую-то палочку, досточку, что угодно, завязать и зафиксировать травму. Ну, чего не сделали в детском лагере, да, там, где санаторий, санаторного типа. Ну и что вы думаете, прокуратура проверила, и ну все нормально. Ну, это будет, я говорю, тема вообще отдельного видео, отдельного разговора по поводу этой всей ситуации, потому что я вам хочу показать это все. И чтобы вы это прочувствовали, весь этот беспредел, я его по-другому даже назвать не могу. Поэтому сделаю я такой прямой эфир, и мы с вами пообщаемся на эту тему. И когда мы беседовали, происходит такая система, что у Насти, у них в школе, очень сильно избивают группа детей, других детей, с последствиями до больницы. И Настя вместе с нами, когда мы начинаем обсуждать это все, она говорит, я тоже принимаю решение, она тоже его забирает на семейную форму обучения. Я говорю, Настя, ты с утра до ночи, да, на работе, он сам делать ничего не будет. Это такой возраст подростковый, когда надо вместе сидеть и вместе делать. То есть это контроль, контроль, еще раз контроль. И у нас приехал к нам Тимофей, сколько он у нас, наверное, недели, ну третью неделю, да, у него, как он к нам приехал. Покажу вам видео, сейчас вставлю сюда, как мы его встречали, как он приехал. Всем привет! Сегодня ужасно светит солнышко, прям ужас, без очков никак. Сейчас еду на ЖД вокзал, там у нас приезжает Тимофей. Вот, еду его встречать, он уже скоро должен прибыть, сейчас буду ему звонить и, в общем, встречу малчика на ЖД вокзале. Приедет он в дальнее, выехал уже. Даже не знаю, как сейчас с поездами, может быть, он и задержится немножко, поезд. Вот, а может быть и раньше придет. Поэтому поглядим сейчас. У нас здесь два вокзала. Один, получается, расположен в поселке Железнодорожников. Второй вокзал в городе. Ну, кстати, вот, как мы заметили, допустим, поезд едет оттуда снова в Оренгое и, получается, останавливается в городе. Я был в дело не раз, у меня и друзья мимо проезжали, и брат забирал оттуда с того ЖД вокзала. И мы спокойно ехали, доезжали до вот этого ЖД вокзала, и они садились дальше, в поезд ехали. То есть, как бы, здесь по времени получается нормально, потому что здесь в дальнем обычно стоит дольше поезд, чем там в городе. И поэтому, как бы, ну, удобно. И, то есть, приехал поезд, там стоит какое-то время, да. Человек может свободно выйти, пересесть, так сказать, в автомобиль. Ехать здесь не так далеко по времени тоже, ну, нормально. Ну, как не так далеко, там, получается, около, наверное, что-то около 14 километров. Вот, ну, с тем учетом, что поезд тоже, получается, пока там стоит, пока он оттуда тронется, пока он наберет скорость, пока он до Судова доедет. И, получается, здесь еще какое-то время стоит, и, как бы, ну, удобно, да, со человеком можно пообщаться, там, дорогой, больше времени провести. И, как-то так, ну, все, я уже на подъезде. Так, вот это я уже в дальнем. Ну, поезда я еще пока не вижу, поэтому, скорее всего, он, наверное, опаздывает немножко. Или я раньше приехал, не, я раньше приехал. Он, он, у него по времени что-то 11, 11, 29. Вот. А время сейчас 11, 25. А, хочу бы найти здесь парковочное место. Вот такой вот, жд-вокзал у нас здесь. Сейчас, наверное, по-любому надо будет телефон там все металлическое вытаскивать. Сейчас это осталось обязательно у нас в вокзале. Так что? Вот. Как раз туда прошел. Вот. Ну, ну, 8. В вагон. 8-й он, ну, 10. Ну, ладно. Ничего не потерял? А то мама пыталась меня попросить, чтобы я проверил сразу. Пошли, чудо. Пошли. Все, все как? Дорога. Ну, нормально. Нормально? Ну, да. Так, все, рассказывай. Как твои впечатления от поездки? Хорошие, мне понравилось. Да? Ты перерасток такой длинный путь делаешь? Нет? Получается. На поезде один ни разу не ездил? Ну, вот впервые поехал один. Понятно. Так, ну, пристег, говорю, безопасности, поедем. И вот это все, Тимофей приехал. И у нас сейчас три ученика, которыми мы занимаемся. Я в 40 лет начала заниматься самообразованием. Мне кто-то написал в комментариях по поводу того, что... Оксана, как же мне сказали, как ты собираешься аттестовывать свои знания? Мне так интересен этот вопрос стал, думаю, но меня как бы уже другие учебные заведения аттестовали, и у меня уже есть документы. Поэтому, ну, аттестовывайте меня, и школу я тоже закончила. Соответственно, скорее всего, учебную программу знаю. Да нет, она забывается, однозначно забывается, особенно это русский. И очень-очень такое вот, конечно, сложно. Но при этом все, у нас же дети не занимаются сами. Они занимаются с репетиторами. Они занимаются, то есть дают базу, проверяют, делают. То есть это не то, что ты там сам себе приятно обучаешь. Нет. Сам себе приятно обучаешь. Мы купили детям курсы различные обучающие и по физике, и по русскому, и по математике. Много сейчас всяких материалов, которые можно... Ну и сама школа предоставляет. То есть ты же дистанционно, ты общаешься, ты общаешься с преподавателем. Например, ты смотришь видео, которые на... Как это правильно? Дистанционка? Нет, наверное, это не дистанционка называется. Ну это семейная форма обучения. Короче, записанные видео, ты их смотришь, выполняешь. Если у тебя есть вопросы, ты общаешься с преподавателем, сдаешь домашние задания в школу. И естественно, то, что не понял. Вот у нас мы добиваемся курсами, репетиторами. И в целом, на сегодняшний день, что могу сказать? Артем закрыл вторую четверть. У нас не аттестация была за вторую четверть. Сами помните, он лежал в больнице. Потом мы еще раньше уехали в Тюмень, и у него была не аттестация за вторую четверть. Но я была уверена, что мы приедем и решим этот вопрос. Но получилось, знаете как, думаешь одно, получается, а потом совсем другое. Приехали, и что? Не получилось. Тут перелом на гейм, на месяц задержались. И вместо того, чтобы нам догнать вторую четверть, мы пропустили еще целый месяц. Занимались мы дистанционно в Тюмени. Но то, что вот эти вот занятия у нас были, я бы сказала, это ничего, потому что мы как бы их тоже так серьезно не брали в ежовые рукавицы. И это все было такое, знаете, как типа развлечения. А сейчас же, ну, очень все такое вот. Когда ты вместе, вы сидите, все-все вместе. Ты все смотришь, что изучаем, что будем изучать, как проверить знания. То есть здесь все-таки на семейной форме обучения, да, родители очень задействованы. Ну, и при этом всем ты понимаешь реальный уровень знаний своих детей. То есть не просто там, а учишься, да, да, молодец. Раз в неделю зашел, глянул, какие оценки. И то, если раз в неделю зашел. А то в конце месяца, ну, что там, как у нас месяц, а как у нас четверть. И вроде как, да, вроде сидит, делает, делает. Сейчас все это, конечно, вместе. И такое вот достаточно, как это сказать, когда ты привык, да, к одному. То есть ты привык делать вот так вот. Там утром ты собираешь их в школу, они завтракают и уходят. А сейчас тебе надо поменять весь ритм жизни. Потому что Надюша учится в школе, да, ее надо собрать, ее надо заплести, и надо приготовить завтрак. Потом уже, да, со всеми остальными заниматься. Которое было, да, то есть течение дня, которое было из года в год, оно резко меняется. И ты в таком, как это сказать-то, растерянности. Стоишь на это все, смотришь и не знаешь, как лучше. Пытаешься сделать так, понимая, что не получается так, не очень хорошо. И пытаешься делать по-другому. То есть надо научиться жить теперь в другом ритме, с новыми, так сказать, правилами жизни. Вот, поэтому, конечно, тоже сложности в этом у нас были. Ну, сейчас уже более-менее, я говорю, что Артем закрыл вторую четверть, Артем закрыл третью четверть. И на сегодняшний день ему осталось закрыть четвертую четверть. Два. Два предмета у него осталось. Закрыть. Все. И он, по сути, в марте закончил все, этот класс. На этом называется все. Я спокойна. Конечно, для меня это стоило больших сил, больших усилий, но все сделано. Мальчишка все сделал. Проблемы есть у нас с русским. Есть проблемы с русским. То есть, знаете, какие-то сложности есть, которые он, допустим, где-то путается в суффиксах. То есть, когда, допустим, в слове три суффикса. Вот в таких моментах. Ну, когда я им умрала за школу, и когда у нас сели, мы же пошли в Тюмени, в Еврогимназии, когда начали их тестировать знания. Ну, как бы они такие, знаете, за голову взялись, что знания-то, это низкие знания. И все, и вот это мы. Мы молодцы. Я считаю, что молодцы. Артемушка молодец. Усиленно, постепенно, постепенно. Но молодец. Потому что очень его похвалили и по-русскому. Ну, вот у нас вторую четверть, а третью четверть он без троек закончил. Без троек. Он смог это сделать. Мы ездили, просили в школе, договаривались, и ездили сдавать нормативы. Артем ездил. Вот это я брала. Артема, Тимофея и Диану. И вот это мы ездили, потому что нормативы ты сдаешь 60 метров, надо пробежать. 60 метров. И время не более 11 секунд. Где ты зимой тут пробежишь? Нет, конечно. Вот договаривались со школой и просили ей. Вот дети бегали. У нас сдавали нормативы. Привет, привет, мои хорошие. Рада вас приветствовать. Мы сейчас поедем сдавать. Нам надо этот... Как они? Ой, в общем, получается, физкультуру надо сдать. Нормативы. Поедем сейчас с господами. А где Диана? Да, надо играть. Ага. У меня даже машина уже, по-моему, заглушилась, пока мы так долго собирались. Поедем. У нас же Тимофей приехал, и мы это не показали. Сейчас покажу, как мы его встречали, как это все было. Нет, сейчас не надо идти. Да? А вдруг он классно спойтет. Придет. Все, можно сразу фиксировать. Два метра. Это пятерка. Нормальный. Можно все. Здесь. Сейчас, стой. Я не знаю, сколько на нас вы пройдете. А, ну слушай, стой. Встань просто, встань. Стой. Сто. Четырнадцать. Сто четырнадцать. У тебя норматив. А у него нет прыжков. Нету? Нет, прыжки через какого-то нет. Потягиваю. Встанье, марш! Девять, одиннадцать. Сдал. Сдал. Молодец. Ну, Артем молодец. Вообще очень хорошо сдал. Диана у нас длину не получается прыгать. Такая она у нас же вся девочка-девочка. Так у него длину так вообще плохо получается. Вот. Ну, сдали. Самое главное, что сдали. И мы сразу договорились. Так мы сразу сдали нормативы. У Артема что было? За вторую четверть у него по физкультуре была оценка. За третью четверть он же освобожден. И за четвертую четверть вот это он сейчас сдал. То есть и получается, что да, у него за вторую и физкультура была аттестация. За третью у него был больничный. Он решал тесты. Но тесты тоже такие, я вам хочу сказать. Не из легких. Дальше. И четвертый вот это он закрыл. И все. Я говорю, слава богу. Этот год закрыт. А сейчас уже будем смотреть. Изучили, да, и надо теперь закреплять это, закреплять практикой, практикой, разными словами. Ну, сами. Русский язык все-таки сложный язык. Очень сложный. Ну, самое главное, что старается. У него есть желание. Он сейчас и видит, что его не оценивают как личность. Его не оценивают за его поведение. Его оценивают за его знания. Как он сделал? Ему такую оценку поставили. Его никто не знает. Какой он? Хороший? Плохой? Ему ставят оценки за его знания. И мне это очень нравится. Кстати говоря, я тут этот, до этого даже не знала, что есть, блин, прокторинг. Как-то так правильно называется. Это вообще просто. Значит, как это все сдается? Контрольные, да. Ты берешь на компьютер, устанавливаешь программу прокторинг. Она, по-моему, так и называется, эта программа. Значит, на этой программе по ту сторону онлайн сидит и живой человек. У тебя должна стоять микрофон на компьютере с веб-камерой. И ты на телефоне сканируешь этот QR-код, который высветился в этой программе. Потом ты берешь паспорт, ну, если я дал ребенка паспорт, и он показывает, что вот там фотография в паспорте, вот он я и вот такой вот. Дальше он берет этот телефон, не выключая камеры. Он показывает всю комнату по кругу, не выключая камеры. Значит, веб-камера здесь стоит, на тебя смотрит. А ты ставишь телефон так, чтобы камера захватывала и твое лицо, стол и экран. То есть вот таким вот образом ставится. Я говорю, я даже не знала, как это все происходит на дистанционном обучении. И при этом всем, то есть у тебя одновременно, тебя снимает камера с этого угла, с этого угла тебя снимает, да, то есть на столе у тебя ничего не должно быть. И по ту сторону еще живой человек сидит. То есть обмануть, там как-то списать не получится, ни при каком вообще желании. Не получится ничегошечки. Так что все строго. Мы такие посмотрели, я говорю, что-то как-то нам проще были. Я сдавала, еще ОГЭ не было. Рома сдавал уже ОГЭ. Я сдавала, еще не было. Ни ОГЭ, ни ЕГЭ, ничего этого. Рома, да, он сдавал и ЕГЭ, и ОГЭ он сдавал. Ну, я же его постарше. Значит, и постарше. На 5 лет почти, 4,5 года я его старше. Рома, да. И у нас как мы сдавали? Господи, у нас как-то это все попроще было. Ты зашел, там билет вытянул, пришел, рассказал, там все. Я не помню. Я-то учила штук 20, наверное, билетов. А сейчас смотрю ОГЭ, там 36 вариантов. Книжки смотрела, 36 вариантов, я думаю, вот это огонь. У нас было 20 билетов, выучил и все. Вот тебе и победил, называется. По-русскому я даже не помню, что там было. Может, изложение было. Ну, что-то такое. Как-то все было проще. Сейчас все так строго стало. Вообще, караулу. Не знаю, для чего это. Ну, зачем это. К чему это. Вот такое вот у меня получилось сегодняшнее видео. Болталочка, да. На днях буду снимать влоги. Я надеюсь, что... Но я сегодня более-менее себя чувствую. У меня более-менее сегодня хотя бы температуры нет. То у меня вот это, знаете, состояние слабости и щеки краснющие. Хотя бы сегодня температуры нет. И сейчас я... Что я сейчас делаю? Я сейчас жду Анютку. Она должна выйти. Вот. На этом я вас обнимаю. Целую. И на этом пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok